Сотрудничество и дружеские отношения между двумя крупными державами укрепились давно. В своем выступлении президент Российско-Китайского фонда развития культуры и образования Суи Шань отметила рост интереса к нашей стране. До 600 тысяч китайских туристов в прошлом году посетили Россию. И это далеко не предел. Прошедшие Олимпийские игры в Сочи не только полностью модернизировали курорт, но и привлекли внимание иностранцев. Хорошая экология, чистый воздух и приятный климат – залог полезного и здорового отдыха. Я думаю, что здесь рай. И все дирекации наши очень нравятся. Море, воздух, солнце. Прямо сегодня хорошая погода. Думаю, что между Россией и Китаем, особенно в Сочи, в городе Сочи, мы постараемся содействовать в развитии культурного сотрудничества, спортивного и туризма. В Сочи туроператоры из Пекина, Харбина и Гуанчоу приехали, чтобы наладить контакты и отрегулировать двустороннюю связь, как в туризме, так и в авиаперевозках. Китай готов предоставить прямые рейсы. Мы же со своей стороны, отмечает мэр, предлагаем качественные услуги, высокий сервис, доступные цены и интересные предложения. Конечно, для того, чтобы организовать туристические потоки из Китая в Сочи, нужно решить две задачи. Первая – это чтобы туроператор работал над тем, чтобы были туристы. И второе – чтобы он работал в комплексе с перевозчиком. Очень рад, что китайские авиаперевозчики всерьез заинтересовались возможностью организации прямого авиасообщения между Сочи и крупнейшими городами Китая. Подробно о своих продуктах и программах китайским туроператорам рассказали руководители санаторно-курортных учреждений. На курорте насчитывается больше тысячи средств размещения, как в горном, так и прибрежном кластере. И Меретинскую низменность, Олимпийский и тематический Сочи парк гости из Поднебесной уже осмотрели и остались под впечатлением. Мы уже побывали во многих отелях, но очень интересно. Мы еще посмотрим, где нашим туристам будет лучше в вашем городе, какие программы предлагают и обязательно заключим договоры. Гости из Китая пробудут в Сочи неделю, осмотрят лечебные базы, горнолыжные курорты, Красные Поляны и прогуляются по знаковым и историческим местам города. И хорошим итогом такого визита станут подписанные соглашения, которые позволят и китайцам, и сочинцам без труда навещать друг друга.